Люди умные были, грамотные были, никогда не делали погосты рядом с населенными пунктами. Вы, взрослые люди, вам по сколько лет вы сидите, такую чушь несете, и вы такую власть имеете, и у вас ни одно высшее образование наверняка, и вы такую глупость спорите здесь. Извините, у нас водопровод. Граждане, кто по Гагарина живет? Знаете такой водопровод? Знаете? И вот это все, и рак, и туберкулез, и прочие инфекционные заболевания, у меня сейчас в Яне вода всклинет вровень с землей, стоит. И это что, вся эта нечисть пойдет в водопровод? И вы сидите еще глазами хлопаете, и так вот рассуждаете безрассудно? Вы вообще кто? Вы не водитель какой-то? Вы ведь и везде земли незасеянные, незапахтанные. Земли у нас нету в районе, все сплошные. А если ответа у вас нет, как я вам? Нет. Вы все время решили строить. Мы обращаемся к прокуратуре России. Это нарушение пресс-либ в самоуправлении. По большому счету, вы там решаете. Кто такие есть вообще? Кто вас поставил? Мы весь народ, мы население выбираем. А кто там вас поставил? Извините. Мы не губим село. Да как-то ты не губить себе село. Почему вы губим село? А вы не губите себе? Вот рождается у него, у меня дети тут, да? Оставаться хотят они здесь. Где останутся? Где построят дом себе? На кладбище сразу. С этой стороны у нас что идет? Видели? Дача. С этой стороны получается кладбище. С этой стороны все. Вы видели, как выжигают дачников с этого? Видели хоть раз? А молодежь хочет жить. Когда новые дачи строят? Когда новые кладбища? А то в село езжение. Работаем. Сихи вам хима. Привыжки. 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 Так и получит путь Иванов. От нее все выжигает. От нее ничего не останется. Молодежь сделайте. Зачем? Селы наши. Посмотрите на них. Они живут. Можно я еще скажу? Подождите, дайте сказать хоть слово, хоть раз высказать. Я тоже читала правила и нормативы расположения земель под захоронение. Знаете, там тоже сказано, что если русло реки находится ниже земель, которые отведены под захоронение, русло реки, захоронение делать нельзя. У нас русло реки, знаете, на сколько метров ниже наших земель? А у нас тут сплошные кладбища, сплошные, плюс все будут еще кладбища. А русло, а у нас родники и бьют в нашу речку. Это раз. И грунтовые воды все стекаются в речку. С этой речкой здесь и купаемся. Отсюда качается вода. У нас все дачи. Ивановка вся поливается этой водой. Вся эта вода идет на наши огороды, продукцию, которую мы выращиваем, мы кушаем. Как вы думаете, нам приятно это все? У нас сплошные кладбища, у нас здесь грунтовые воды. Мы до этого не можем до вас достучаться. У нас грунтовые воды. Вот по весне, вот сейчас снег сойдет. Но у нас кругом в погребах стоит вода до августа-сентября месяца. Мы это радуемые воды. Мы это вам кричим, а вы это не слышите. Вы как будто оглохли. Это что такое вообще? Не выпустим от этого. Вы меня вы не кричите. А на кого вы? Если вы спешите, если вы спешите. Минуточку. Давайте так. Это на крик. Давайте мы сейчас будем... Как вы кричали, это не бизнес. Именно и бизнес. Именно и стоящие. Если они отстоят, они от нас уметь ничего не будут. Если они отстоят интересы тех владельцев кладбища, они будут каждый месяц иметь налог. А сколько, скажите, денег дали на разработку вот этих земель? 150 миллионов. А, 150 миллионов. А, 150 миллионов. Ну есть за что побороться. Есть за что бороться. А вместо того, чтобы благоустроить поселок, действительно, навести порядок, 150 миллионов на трубку отдали. Вы на живых людей не хотите тратить. А зачем? Эти живые ничего не дадут.